привет народ значит прикупился вот такую кофемолку модель kt 744 фирмы kitford вот сейчас давайте по быстренькому распакуем и перейдем сразу к тестированию посмотрим как она работает так вот такая вот у нас получилось кофемолка это все то что блестит металл все остальное пластик мы переходим к тестированию так значит вот так выглядит наша кофемолка оказалось она не такая уж и большая как я представлял смотря на картинке на сайтах вот такие вот здесь конические металлические жирнова удобная такая емкость для молотого кофе так вот она вставляется и емкость для засыпания зерен я уже кофемолкой один раз попользовался разобрался что здесь как куда вставлять вот такая чаша для зерен также есть щеточка для чистки жерновов вот такая небольшая щеточка кстати удобно никогда не потеряется ну и самое главное почему я взял именно эту кофемолку они какую-то другую основным решающим фактором это было наличие вот таких вот настоящих конических жерновов за такую небольшую доступную стоимость то есть такие конические жернова обычно используются в намного более дорогих кофемолка который я бы себе просто ни за что не купил но фирма китфорд сделал для нас по доступной цене настоящие конические жернова у нас теперь есть возможность правильно молоть кофе помол здесь получается равномерный от самого мелкого можно регулировать до достаточно очень даже крупного кофе в таких жерновах совсем не нагревается поэтому вкус его на на вкус зерен это никак не повлияет вкус помол никак не по порте также жернова очень просто достаются и моются или протираются щеточкой вот этот жернов в начале когда я распаковал кофемолку я его просто очень легко открутил и помыли потом накрутил все на место после первого помола он тут обратная резьба и он видимо затянулся сильно я его теперь не смог открутить но особой надобности нет если нужно приложить небольшую силу и он открутиться в общем просто после помола хорошенько сел на место вот давайте соберем попробуем как она работает устанавливается все очень просто просто так вот вставляется в пазы попадает и все жена ван своем месте находится ставим сверху чашу значит есть вот такая отметка на чаши такая же отметка их нужно совместить совмещаем поворачиваем она заходит на место значит вот эта шкала это у нас выбираем степень помола здесь самый крупный здесь самый мелкий и выбираем хоть по миллиметру передвигаем помол будет меняться значит установим на самый мелкий попробуем как она будет молоть самый мелкий помол здесь у нас находится кнопка включения вот этот ободок горит у нас синим цветом когда кофемолка включена и вот этот вот регулятор и мы выбираем количество на молотого кофе которая высыпется уже из молотом эти цифры просто как ориентир я например планирую вот у меня есть я покупал кофемолку для рожковой своей кофеварке есть у него такой рожок значит я планирую несколько раз помолоть подобрать количество которое нужно мне намолоть на один раз на полный рожок его запомнить и всегда им уже пользоваться то есть таким образом наши кофе не выдыхается если намолоть сразу много она будет выдыхаться а тут измолол сварил кофе и до следующего раза кофе у вас не выдыхается я считаю это лучший вариант поэтому наличие вот этого регулятора она очень полезно засыпаем нашу кофе закрываем крышку нет не будем закрывать посмотрим как она очень красиво уходит туда внутрь когда работает кофемолка емкость для кофе у нас установлена выберем самый самое мелкое количество кофе и самый мелкий по моему включаем кофемолку в розетку помигала несколько раз синим цветом все запускаю смотрим что у нас получилось вот такое количество кофе это минимально вот такой вот очень мелкий помол я бы не сказал что это прям пыль какая-то невидимая но помол очень мелкий для моих целей абсолютно достаточно меньше же просто некуда он просто окрашивает руки насколько он мелкий какие-то частицы все таки или это он комками наверно собирается в общем помол меня абсолютно устраивает для моих целей так сейчас попробуем более крупный помолк выберем давайте что-то среднее что ли а потом самое крупное не будем по миллиметру и передвигать включаем кофемолку уже сильно заметно что помолк стал намного крупнее здесь уже хорошо видно что помолк крупный вот такое количество на на минималке кофемолка производит так мы давайте посмотрим обязательно нужно закрыть крышку и а то кофемолка просто не включится посмотрим самый крупный помолк мне это уже конечно совсем не нужно так и запускаем но здесь уже конечно очень сильный очень сильно крупный помолк да я не знаю для чего для френч прессов каких-то вот такие вот частицы вот такие вот частицы очень крупные мне конечно всего из этого нужен только вот такой вот самый мелкий помолк но может чуть-чуть покрупнее то есть очень хорошо что есть есть выбор есть регулятор помола то есть кофемолка меня абсолютно полностью всем абсолютно устроила лично я не смог найти каких-то других вариантов по такой цене с коническими жирновами я очень рад что есть такая возможность за доступную цену именно правильно молоть кофе вот на этом все всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии делитесь этим видео в социальных сетях все это очень поможет развитию канала